У дома номер 3 на Варламовской дороге водитель автобуса ЛИАС потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево. По показаниям ГИБДД водитель не учел особенности и состояние транспортного средства. На место ДТП выезжала скорая медицинская помощь. Телесных повреждений у водителя не обнаружили, но диагностировали острую реакцию на стресс. В этом случае госпитализация мужчине не потребовалась. Также за прошедшую неделю зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. На улице Большой Коммунальной водитель Мерседес Бенц выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю Хюндай. В результате аварии водитель Хюндай получил телесные повреждения. Еще одно ДТП произошло по проспекту Ленина у дома 27. Водитель Форда двигался задним ходом по тротуару и наехал на пешехода, который шел по дороге. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и сейчас она находится в больнице. За неделю сотрудники ГИБДД выявили 113 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Из них больше всего случаев – это нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов. Всего зарегистрировано 12 ДТП с материальным ущербом. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.